Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Легенда Ивы, сезон третий, серия третья, Замок Сюгуна. Там, на вершине горы, замок белеет могучий, над молодой листвой. Вышедшая в общую комнату Китсуне, опасаясь, что что-то поняла не так, переспросила. Масамуне, у нас получилось? У тебя. Верно. Ты смогла запомниться, и теперь мы едем во дворец к Сюгуну. Сина Адори закружилась, потом подскочила к Мэй, заключив ту в крепкие объятия. Ронин и ниндзя выглядели несколько озадаченными, столь бурная реакция Юкая, Мэй, к слову, тоже растерялась. Однако Сина Адори радовалась непринужденно, как могла себе позволить только та, кто росла вдали от людей с их предрассудками и правилами этикета. Да, 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 изумительная, ты не могла не очаровать тех мужчин, теперь мы там развлечемся. Последняя фраза прозвучала неоднозначно, не просто фактом, но и угрозой. Мэй невольно улыбнулась, а Раи слегка покачал головой. «Нужно собираться?» «Нет, завтра появимся». Масамуны заинтересованно взглянул на Синоби. «Пояснишь?» Кадзу принялся сгребать в сторону скопившуюся в очаге залу. «Приглашение все получат сегодня, торопиться будут, суета, глаза накинуть хуже, Мэй сложнее лично пообщаться с кем-то из дворца. До некоторых посыльные только вечером дойдут, приезд завтра не оскорбит, ровнее получится». «Считаешь, так будет спокойнее обустраиваться?» Ниндзя кивнул. «Пожалуй, ты прав. Не мы станем ждать о нас. Если это не выходит за рамки приличий, то так будет выглядеть достойнее. Что ж, значит спешить некуда». Мужчины бегло решили повторить детали их прибытия. «Кто возьмет к себе в багаж боевой веер Мэй? Как будут себя вести в зависимости от разных ситуаций при размещении?» Сина Адори нетерпеливо пошла складывать вещи. Кицунэ же незаметно выскользнула на улицу. «О, как красиво! Обалдеть!» В маленьком саду покачивались облепленные цветами ветви персика. Согретый солнцем запах разливался тонкой фруктовой сладостью. Мэй прижала руки к лицу, пытаясь унять дрожащие ладони и слабость. Спрятать, не позволить, не податься ей. Последние полгода пронеслись ураганом. Водоворот событий затягивал все глубже. Вновь появилось чувство, сродни ощущению, уходящей с под ног земли. Она честно призналась себе. «Мне страшно». За спиной послышался сливающийся с шелестом ветра голос. «Чего испугалась?» «Но Кадзу, как всегда, читает наши мысли. Уже не удивляясь проницательности ниндзя, Мэй от волнения, прежде чем ответить, задала вопрос. «Как ты это делаешь?» «Что?» «Понимаешь других». Кадзу хмыльнулся. «Учился разному, нинсо тоже». «Нинсо?» Я считала, лишь некоторые гейши способны овладеть этим искусством. Гейши и ниндзя. В Акия всем юным Майко давали азы науки, позволяющие читать лица, уметь воспринимать настроение и желание собеседника для гейши обязательно. Что можно добиться подобных результатов, Мэй не догадывалась. Неожиданно, хотя навыки столь высокого уровня наверняка могут подсказать, какой охранник, трусливый, жадный, поленится ли лишний раз перепроверить. Или дадут уловить ненормальность поведения, определить засаду. Действительно, неизвестно, кому ближе эта наука, гейшам или синобе. Ты достиг невероятного мастерства. Пока нет, надо лучше. Да, Мэй, не только ты критична к себе, но Кадзо тоже. Мастер учил. Знаю, с чем сравнивать. Бывший дзюнин клана. Мэй слегка поклонилась. Тебе повезло с учителем. Он качнул головой, иронично бросив. Повезло. Такао, глава клана недавно? Да. Ниндзя поймал ее взгляд. Потом пушистая. Мэй, дотронувшись до густа розового цветка, вернулась к вопросу Кадзо. Боюсь неизвестности. Предопределенность лучше? Иметь выбор свобода. Свобода, неизвестность. Бояться неизвестности. Бояться выбирать свободы. Девушка задумалась. Тревога понемногу гасла. Помедлив, Китсуна наконец решилась обсудить давно беспокоящую ее деталь. А что, если Сюгун захочет принять меня у себя в покоях? Из бамбуковой тубы на поясе Синоби достал маленький шарик, не крупнее ногтя на мизинце. Больше всего он напоминал скатанный листик чая. Под язык положишь. Постепенно вызовет рвоту. Проглотишь сразу. Такой увидев, желание Сюгун точно потеряет. Запомнится. Спрячь в носке. Достать удобно. Главное, чтобы после такого он ее из дворца не вытурил. Запомнит, конечно запомнит. Так намного спокойнее. Внутри еще что-то неприятно ворочалось и холодило, но сформулировать мысль девушка так и не смогла, предпочтя просто ее отогнать. Спасибо тебе. И за этот урок тоже. Отпустила? Да, я в порядке. Синоби коснулся ее, приобнимая одними ладонями, коротко растер предплечье. После паузы Кадзу произнес, несколько изменив тон. День впереди. День впереди. Смысл здесь киснуть. Если переодеться, лицо и шляпой скрыть, затеряемся, никто не узнает. Ты меня на свидание приглашаешь? Не нравится тебе сидеть в доме? Или только в чужом? Пойдешь? С радостью. Как интересно. На залитых солнцем улицах бурлила жизнь. Люди торопились, степенно ступали, предлагали товары, бойко что-то обсуждали и просто беспечно слонялись. Под небольшим навесом мужчина с видом творца брел голову не менее сосредоточенному на процессе клиенту. Чуть дальше торговка рыбой присматривала за крутящимися рядом детьми. В это же время кот присматривал за свесивший с прилавка хвост Иваси. Там и тут была видна свежая, по-весеннему яркая листва. На клумбах ковром пестрели мускари, гиацинты и редкие нарциссы. Мэй бросила на ниндзя взгляд из-под полы шляпы. Как сильно меняются люди, как непредсказуемо. Не представляю тебя живущим жизнью обычного деревенского рыбака. На клинке в потеках крови жителей Аугавары вдруг отразился свет звезды. Так появился твой путь? В темноте волос, запутавшиеся лучи солнца. Легкая волна непослушных прядей, как всегда падающих на лицо, обманывающие безразличием глаза, губы. Кицуне поняла. Кадзу почувствовал, что она смотрит на него. Отвернулась. Потом вновь взглянула на ниндзя. Он усмехнулся. Мэй смирила, взявшись о не пойме откуда негодование, и неожиданно для себя улыбнулась в ответ. Вот всегда с ним так. Пройдя несколько широких улиц, они вышли на набережную, пересекающую столицу реки. «Ой, ну какие краски, обалдеть!» Залюбовавшись открывшимся видом, девушка остановилась, однако Кадзу жестом поманил ее за собой. У лестницы, спускающейся к самой воде, оказались пришвартованы небольшие лодочки. Некоторые из них были крытыми, как раз такую и выбрал ниндзя. Бросив сидевшему рядом с ними старичку несколько монет, он протянул руку Мэй. Услугами грибцов Сеноби пренебрег. Мы поплыли. Ой, как классно, так романтично. Какие же художники, просто чудесно в этой истории. Я с ума схожу от этих красок. Когда отплыли, он проговорил. Шляпу можешь снять. Под навесом с берега ничего не видно. Скоро русло реки распалось на два рукава, и, свернув, Кадзу с Мэй вплыли в тоннель из нависающих над водой роскошных глициней. Изумленно оглядываясь, девушка прошептала. Кадзу, это невероятно красиво. Отложив весла, ниндзя присел рядом, отдавая лодку во власть неспешного течения. Ощущая теплое бедро мужчины, любуясь фиолетовой дымкой цветов, отражающихся в спокойной воде, Мэй вдруг ощутила, как сердце защемило. Восхищение в глазах Кицунэ сменило грусть. Никто бы не обратил внимания на перемену эмоций, она прекрасно умела их скрывать. Никто не догадался бы. Никто, кроме того, кто был сейчас рядом. Мужчины, о котором она думала. Что случилось? Девушка опустила глаза. Ценить надо то, что есть. Он привел меня в такое прекрасное место. И о чем я думаю? Своей печалью? Прости, все хорошо. Голос Синоби стал жестким. Любезная, не корми меня этим. Спрашиваю, значит важно. Она попыталась подобрать слова. Получилось плохо. Это необыкновенно. Кадзу приподнял бровь. Ты многое сделал для меня. Вот и сегодня. А я... Успокойся. Ты здесь. Рядом. Достаточно. Не рынок. Кисло взвешивать, сколько ты мне, я тебе. Я поняла. Не сердись. Не собирался. Она взяла его за руку, улыбнувшись, признала. Показалось. Перебирая тонкие пальцы девушки, ниндзя произнес. Знаю. Бывает. Привычка клятая. Говорю тяжело. Когда с незнакомыми контролирую, проходят. А так въелась. Мне тени смущения или жалости к себе. Он вообще это умеет? Просто факт. Так привыкают к некрасивым шрамам. Привычка. Только он остался не на коже. Не думай. М? Иди сюда. Мужчина мягко потянул ее к себе. Кадзу нас увидят. Нет. Он же все продумал, ты не переживай. Он опустил полог, полностью закрывая навес. Это безумие. Так нельзя. Кому? В его уколком взгляде читалось отношение к общепринятым запретам и табу. Останови меня. Ниндзя обнял Мэй, целуя. Скажи нет. Сразу перестану. Его руки заскользили по спине, провели по ее шее, отмечая линию волос. Ки Цуне прильнула к нему, забывая обо всем. Когда она совсем расслабилась, мужчина посмотрел слегка одурманенной нежностью глаза. Лукав улыбнувшись, осторожно коснулся пальцем нижней губы, сильнее приоткрывая девушке рот, а затем мягко прикусил ее. Еле ощутимая боль тут же исчезла под откровенной лаской языка. Кадзу отстранился, сделав паузу, и повторил это вновь, и опять дразня. «Еще нельзя, правильно». Хитрюга. «Мэй прикрыл овеки». Ниндзя. Мир закружился, подернувшись дымкой. Желание толкало их к большему, но отсутствие необходимой для этого чистоты и комфорта не давало перейти грань. Они увлеклись друг другом, надолго забыв и про прекрасные цветы, и восхитительную водную гладь. Это было потрясающее свидание. Когда возвращались домой, Кадзу достал из рукава перстень, вправленный в него камень был цвета глицинии. Подарок? Возьми. Не будешь носить, не обижусь. «Обалдеть, перстень, а его видно будет?» Взяв украшение, Мэй низко поклонилась. «Кадзу, спасибо, я сохраню этот день в памяти на всю жизнь». Кицунэ поднялась на рассвете. Кто бы ни встретил ее во дворце, стоило подготовиться. Ага, новая прическа. Интересная. Ну хорошо, возьмем эту. Ой, не обратила внимания, перстень видно или нет. Далеко ехать не пришлось. Резиденция Сюгунэ, примыкая к городской стене, была частью города. На воротах Масамуны предъявил пригласительное письмо, и после недолгой проверки их впустили. Ух ты. Какой бы богатой ни показалась столица, дворец главнокомандующего армии империи являл миру действительную роскошь. С первых шагов она чувствовалась буквально во всем. Сдержанная красота, идеальные сочетания растений, базальтовая крошка, мраморные вазоны, ценные породы дерева, тончайшая резьба на стенах и под крышами зданий, через щебет птиц угадывалась где-то журчащая вода. Мэй неосознанно напряглась, взглянула на Сина Адори. Юкаи тоже выглядела слегка растерянной, величие места слегка давило. Молчаливая охрана и слуги, будто старались не портить вид, при первом взгляде были почти незаметны. Наверное, если привыкнуть, место должно даже умиротворять. Она покосилась на Ронина. Господин Масамуны лично служил Сюгону. По сути, и он ему служил, но лишь теперь оказался тут. И вынужден, скрывая настоящую фамилию, искать здесь врагов. Каково ему... Лицо Араи оставалось непроницаемым. Слишком ухожено. Как бы ты сделала? Камней побольше. Деревья не такие стриженные. Огород там... Рассмеявшись, Мэй прикрыла лицо рукавом. Синоби издал звук, словно задавил кашель, указал глазами в сторону. Девушка проследила направление взгляда Кадзоу и увидела обходящего куст Караган и мужчину. Мужчина? Добрый день. Незнакомец учтиво поклонился. Мое имя Вэньсэй. Моя Йосинага, не так ли? Ты не ошибся? Господин Сэй? Просто Вэнь. Мы получили это. Араи подал письмо, но Вэнь покачала гол... Покачала головой? Не нужно. Вас ждут. Прошу. Написано же было мужчина. Но Вэнь покачала головой. Жестом приглашая следовать за ним, мужчина повел их по тропинке, куда-то в сторону от главного здания дворцового комплекса. Я слуга достопочтенного Сюгуна. Буду рад помочь вам расположиться. Господин, твою лошадь разместят в общей конюшне. Они успели дважды свернуть, когда по дорожке им навстречу вышла женщина, которую Мэй видела на празднике. Это она была рядом с Сюгуном на помосте. Та не громко произнесла. Вэнь, дальше гостей провожу я. В ее тоне неуловимо звучала власть. Как угодно, госпожа Хатакьяма. Женщина улыбнулась. Приветствую в замке Сюгуна. Меня зовут Эриха Хатакьяма. Я занимаюсь управлением всеми вопросами, связанными с благовидностью дворца. Повернувшись к Мэй, она продолжила. К примеру, присматриваю за приглашенными девушками. Чуть позже я расскажу тебе все, что нужно знать. С твоим сопровождением также побеседуют. Идемте. Мы направляемся к гостевому крылу. Там... Эри указала рукой в противоположную сторону. Живут слуги Сюгуна. И там же хозяйственные помещения. Ну а главное здание, как вы понимаете, занимает сам достопочтенный Ясухару Савада и его самурай. Подняв голову, Китсуне попыталась оценить высоту. Замок может нравиться или нет, но нельзя отрицать его внушительность. Сад перед ним закрыт для тех, кто не получил специального разрешения. Таких садов во дворце несколько. У гостевого крыла сад ничем не хуже. Ты можешь бывать там в любое время, госпожа Юсинага. Мне приятны прогулки на свежем воздухе. Ну что, блеснем умом? Вот этот павильон слева был построен Цутому Хакетсу. А его ученик Хидета Таниси вел моду на такие коньки крыш во всей империи. Женщина улыбнулась. Все верно. Специально готовилась к приезду сюда. О, я мечтала тут оказаться, но скорее интересовалась искусством в архитектуре. Похвально. Здесь много необычных растений. Да. Они привезены из разных уголков империи, только цветущих несколько сотен видов. Поразительно. Будет повод поменьше сидеть в комнате и, любуясь ими, почаще бывать среди других гостей. Я в ответе за мы и хотел бы знать, как далеко от нее смогу находиться. Рядом. Вы прибыли в числе последних, и комнат осталось мало. В основном дальние. Господин, в замке ты будешь гостем. Это большая честь. Если через какое-то время станет ясно, что Мэй лучше вернуться домой, ты проводишь ее. Если же она останется надолго со своей служанкой, тогда ты сможешь вернуться сам и сообщить об этом тому, перед кем в ответе. Ее отцу. Или при желании получишь назначение на службу в дополнительную охрану на весь срок пребывания твоей госпожи во дворце. Как интересно. Женщина вновь посмотрела на Китсуне. Волнуешься, Мэй? Та ответила совершенно искренне. Да. Думаю, ты справишься. Это прекрасная возможность. Тебе повезло. Хорошего происхождения девушкам на выданье не к лицу просиживаться в чайных домах. К тому же, все усложняется тем, что в небогатых семьях редко устраивают приемы, у них не собирается общество. Дочерям приходится скучать дома и надеяться на хорошего мужа. Им недоступен высший свет. А здесь именно он. Я говорю о твоем будущем, Мэй. Выбор подходящих женихов был весьма ограничен, верно? Да. Не удивлюсь, если половину ты помнишь с детства. Я так и думала. Во дворце девушка имеет шанс познакомиться с влиятельными и богатыми господами. Сюгун всегда способствует удачному замужеству гостивших у него девушек. Порой даже сам вникает в вопрос, значительно увеличивает приданное. Особенно тем, кому проявил особое расположение. Да так пугающе. Речь о его наложницах? Молодец. Да, речь о них. Через несколько шагов Эри передала Масаму Наикадзу другому слуге, коротко распорядившись. Помоги гостям устроиться. Взглянув на Ронина, строго пояснила. В отведенных для девушек помещениях мужчинам без необходимости появляться не следует. Вам сообщат, где ее поселили? Конечно. Китсуне и Сина Адори, следуя за Эри, вскоре оказались в коридоре, из которого вело несколько дверей. А откуда ты донесся девичий смех? Мэй, можешь выбрать. Эри и Хатакияма показала одни из покоев. Так, это первый вариант. Нравится? Непривычно пышно. Есть еще одни. Они вернулись в коридор. Женщина открыла другую дверь. Ну, это совсем попроще. А это скромнее, но, возможно, тебе будет удобнее. Ни одного бонсайщика не стоит вообще, никакой зелени. Эри задержала взгляд на Мэй, затем произнесла. Где становишься? Что, всего две комнаты на выбор, да, нам? Богатые покои. И простые. Ну, 30 алмазов можно позволить себе, конечно. Я надеюсь, мы тут проведем не одну серию, как минимум пять. Здесь есть отдельная баня и три комнаты. Спальня, приемная. Из нее выходит балкон в сад и спальня личной служанки. Представьте себе ситуацию, если бы не выбирать за алмазы, да? А просто бы Мэй сказала, да нет, мне которую попроще. Кто выберет такую попроще? Женщина будто впервые обратила внимание на Сина Адории. Как тебя зовут? Нанами. Посмеешь учинить какие-то неприятности, накажу и вышвырну из дворца. Хозяйка не поможет. Будь внимательна и не забывай, где теперь находишься. Чего она такая агрессивная? Она не забудет. Госпожа Хатакияма, могу ли я спросить? Да. Что я должна делать? Сегодня ничего. Сперва осмотрись. А ты, госпожа, пока поговоришь с другими прибывшими девушками, обдумаешь первое впечатление. Что ж, разумно. К вечеру ты познакомишься с другими новоприбывшими девушками. Тебя позовут. Благодарю. Когда женщина оставила их одних, Мэй и Сина Адории разложили вещи. Затем Китсуне решила пройтись и оглядеться. Я с тобой. Вдруг встретишь кого-то? Кто не является человеком, верно? Конечно, идем. Всерьез, Мэй не думала, что сразу же столкнется с Они или тем более Рейки, однако присутствие рядом Сина Адории радовало. Хорошо, что Така отправил ее с нами. Куда? Осмотрим сад. Девушки прошли по нескольким дорожкам, приплетавшимся среди деревьев и кустов, обогнули маленький пруд. Днем здесь все отлично просматривается, зато ночью, если понадобится, можно пройти незаметно. Осмотрим хозяйственные постройки. Слуги, которые попадались на пути, выглядели немного удивленными. Очевидно, знатные гости забредали сюда редко. Когда мы во второй раз спросили, что она ищет, девушки решили вернуться. Придется уйти, наше присутствие здесь выглядит странно. Твоя служанка на нами не должна, не вызовет такого внимания. Она сможет побывать тут и разузнать, что и как. Ты права. Куда теперь? Ну, у нас осталось, посмотрим на охрану у главного здания. Ничего интересного или полезного увидеть не удалось. Разумеется, о том, чтобы пробраться мимо воинов, не стоило мечтать. Вряд ли даже поговорить получится. Эти убьют и только потом разбираться будут, чего хотела сказать. Сюгуна охраняют как следует. Вновь оказавшись у гостевого крыла, они увидели Араи. Все в порядке? Да. Кадзу знакомится с местными слугами. Я видел ту женщину, Эрии Хатакияма, спросил о вас, сказала, гуляете. Верно. Мы тут всегда на виду? Похоже. Посчитала, будет полезно оглядеться. Хорошая мысль. Сюда приехал ряд самураев, как и я, сопровождающих юных аристократок. Хотят познакомиться, звали вместе пообедать. Прекрасно. Они осознавали, постоянно рядом находиться не получится, а знакомство заводить надо. Я останусь в комнате. К вечеру госпожа Хатакияма, как поняла, хочется брать приглашенных девушек. Где и зачем, не знаю. Ясно. Если удастся, постараемся быть поблизости, хотя бы по очереди. Благодарю. Переодевшись, Мэй стала ждать. Я пойду с тобой? Сомневаюсь, что там будут служанки. Можешь выйти следом за мной. Если беседа пройдет на улице, сумеешь смотреть за ней, оставаясь в стороне. Убеждена, в этом нет необходимости, но лучше перестраховаться. В дверь постучали. Сина Дори открыла. Мэй услышала. Госпожа Йосинага должна явиться в сад. Девушки собирались в беседке. Большую часть Мэй помнила по черному карпу. Ты Йосинага? Айта, которую мы подслушали. Да. Тяки Уэто. Рада знакомству. Тяки любезно представила остальных. Постепенно подходили еще аристократки, выступавшие на празднике красоты. Уэто приветливо улыбнулась, произнеся. Не думала, что сюда попадают с такими малоизвестными фамилиями, как твоя Мэй. Да, мы с тобой точно не подружимся. Еще и с таким именем. Уэто. О, как красиво. В танце фамилия не видна. Лишь мастерство и гибкость. А они редко передаются по наследству. Ух, Мэй вообще замечательно ответила. Некоторые посмотрели на Мэй с неприязнью, другим ее ответ понравился. Ха-ха-ха-ха. Ты остра как васаби. Эти кеты обязывают проявлять дружелюбие. Китсуна вернула ей улыбку. Смеетесь, а некоторые из вас готовы отравить соперницу, появись такая возможность. Высший свет. Наконец появилась Эри Хатакияма. За спиной Мэй раздался шепот. Сёгун не женат. Его мать с отцом на севере и в замке нет хозяйки. Хатакияма ей тоже, конечно, не является, но решает многое. Говорят, она была его наложницей, только потому что бесплодна. Пустая, брака не состоялась. И Сегун оставил. С другой стороны перебили также шепотом. Глупости и сплетни. Никогда на наложнице ничьей не была. Женщина приблизилась. Добрый вечер. Наконец прибыли все, кого ожидали, и я могу побеседовать со всеми вместе. Еще раз приветствую в замке достопочтенного господина Савады. Одни хорошо знают, чего от вас ждут. Другие представляют только в общих чертах. Я расскажу. В отличие от императорского дворца, церемониальный этикет здесь более мягкий. Вечерами собираются мужчины, отличившиеся в боях командиры, приближенные Сюгун и даймя воины. Частая столичная знать, богатые купцы. Кто-то подолгу гостит, кто-то и вовсе живет в замке. Очевидно, что их общение не ограничивается одними ужинами. Мужчинам приятна компания женщин. Для этого порой приглашают гейш. Однако обычно за гостями ухаживают девушки из аристократических семей. Светские беседы, музыка, любые фривольности, недвусмысленные контакты с мужчинами строжайше запрещены. Девушка, чье поведение вызовет сомнение, будет немедленно удалена от дворца. Вы здесь не за этим. Кроме этого, некоторые гости помогают мне в ведении дворца, занимаются его украшением, столом. Столом? Да, госпожа Уэто, кухней. Определяют, что подать сегодня, что приготовить на завтра. Разумеется, готовят слуги, но кто-то должен за этим следить. Традиционно это делают приглашенные аристократки. Лучшие из вас. Иногда я прошу подобрать ткани для смены интерьера. Артиста. Как распределяются обязанности? Решение принимаю я, исходя из ваших знаний, умений, вкуса и чувства гармонии. Скажем, Эри оглядела слушавших ее девушек. Прекрасный образ на празднике красоты создала госпожа Юсинага. Уэто мы. Наряд гармонично сочетался не только с ее внешностью, но и с характером танца. Китсуне почувствовала на себе недобрые взгляды. Да-да, хороший пример для многих. Она одобрительно кивнула Мэй, продолжая. Итак. Не сомневаюсь, все осознают, сколь высокой чести оказались удостоены. И все понимают, с кем получат шанс познакомиться. Повторю. Знаки внимания со стороны мужчин могут быть лишь вежливостью. Иное недоступно. Улыбайтесь, общайтесь. Если кто-то из господ переберет саке, или беседа станет вам неприятно, прощайтесь и уходите. Будущим женам почтенных мужчин незачем терпеть неподобающее поведение. И последнее. Большинство проведет здесь год-два, однако порой становится ясно. Показанный на площади танец – это все, что можно высоко оценить в девушке. Такие особы отправляются домой достаточно скоро. Сейчас отдыхайте. Утром вас ждет первое маленькое задание. Как интересно. Когда Аки Цуне направилась к гостевому крылу, то заметила мелькнувшего неподалеку Кадзу. Как ни странно, на новом месте спалось хорошо. Мэй проснулась бодрой и абсолютно отдохнувшей. Эри Хатакияма снова пригласила девушек в сад. Однако на этот раз их оказалось меньше. Она собрала не всех. Интересно, почему? Доброе утро. Женщина указала на вазы и корзины с цветами, веточками и пучками трав. Полагаю, вы уже догадались, чем я предложу заняться. Наверное, это будет невежливо спрашивать. Не спрашивать о других девушках. А это меня не касается. Любопытство проявила другая. Ой, как хорошо, люблю такие ситуации. Хе-хе-хе, госпожа, больше никого не будет? Эри досадливо сжала губы. Не любит, когда сбивают с мысли. Остальных ждут иные дела. Итак, я хочу оценить вашу способность ощущать эстетику места. На этот раз Мэй решила уместным уточнить. Прошу прощения. Да? Этого сада или замка в целом? Хороший вопрос. Составьте экибану, уместную в любом из здешних помещений. Это сложнее, зато и интереснее, не так ли? Собирать такие композиции умели не все. А, кстати, остальные девушки, наверное, пошли там на кухню, что-то там смотреть за уборкой. Мэй мысленно поблагодарила госпожу Кенуё. Хозяйка Акия когда-то потратила немало времени, обучая тонкому искусству юную Майко. Экибанами украшали постоялые дворы, богатые дома и, разумеется, дворцы. Каждый элемент должен был быть на своем месте. Все имело и свой символизм. Я вернусь позже. Спешить не нужно. Когда Ахатакияма ушла, Тиакия глядела присутствующих. Желаю всем удачи. Если бы не надменность в глазах, пожеланиям можно было бы счесть милым. Об экибанах, которые составляла моя мать, столичные поэты слагали стихи. Меня не заденет, если кто-то станет мне подражать. Понятно. Уверена в себе. Китсуне вдруг вспомнила, что услышала ее фамилию прежде. Семья Уэто приходится родственниками одному из местных даймё. Госпожа Сумико упоминала ее, рассказывая о светском этикете, который любая гейша должна знать безукоризненно. Такой высокий род? Что ты тут делаешь? Третья дочь после двух сыновей? Ни наследство, ни приданного, лишь знатное имя? Йосинага, твой отъезд огорчит всех нас. Слушай, кто больше всех выпендривается, первый вылетает. Не беспокойся, я не подведу. Мэй с сомнением повертела в руках одну из приготовленных вас, взяла другую. О, это мы все будем сами делать, аааа. Да, мне эта голубая больше нравится. Нужно, чтобы понравилась госпожа Хатакияме. Очевидно, что к ее мнению в замке прислушиваются. Но ведь прежде всего это замок Сюгона. Китсуне придвинула поближе корзину с побегами и засушенными веточками. Так, веточки, побеги, бамбук. Возьмем бамбук. Мэй смотрела, что получается. Теперь последний элемент. Но, пожалуй, самый важный. Оставалось подобрать цветы. Тюльпаны. Ирисы. Мне кажется, ирисы будут лучше смотреться. Думаю, в замке Сюгуна все же не стоит. Ирисы, символ императора. Для них нужен подходящий повод. В смысле? А, спасибо за подсказку. Спасибо, нарцисса. Неужели это был намек на тюльпаны? Ну, давайте возьмем нарцисса. Я как-то не хочу тюльпаны. Желтый. Цвет южной провинции. Удовлетворенная результатом, Китсуна аккуратно поставила кибану, подумав, немного развернула. Так, госпожа Хатакияма увидит ее под правильным ракурсом, когда вернется. Стоило признать, у других девушек получалось не хуже. Распорядительница появилась почти сразу, как была закончена последняя кибана. И Мэй совершенно утвердилась в мнении, на территории дворца за ними все время кто-то смотрит и докладывает. Улыбаясь, женщина обошла выставленные композиции. Чудесно. Рада, что не ошиблась. Все они выполнены достойно, и двумя из них сегодня вечером украсят главный зал в гостевом крыле. Чьими же? Возьмем эту. Она указала на кибану с цветущей веткой глицинии. Госпожа Накодзима, твоя работа пойдет к главному блюду за ужином. А второй будет твоя, Тиаки. А моя... Как это? А моя... Остальных тоже благодарю. Сейчас я должна проверить, как дела у других девушек. Блин, так обидно. Я что-то не так составила, что ли? У меня самая красивая кибана. Вступив на дорожку, она неожиданно обернулась. Госпожа Йосинага, проводи меня. Конечно. Мэй услышала шепот. Прощай, мы будем тебя вспоминать, может быть. Ее отправят домой? Вот и славно. Ох, курочки, курочки. Через несколько шагов Эрини громко произнесла, идущий рядом кицуне. Мэй, твою кибану я хочу поставить в закрытом саду, где будет ужинать Сюгун. Ну все, это совсем другое дело. Ей понадобится пара. Собери такую же. Хорошо. Госпожа. Да? Почему я? Почему ты помогаешь мне? Моя фамилия не самая древняя, у меня нет родственников на важных постах. Женщина смирила ее оценивающим взглядом, обронила. Ты мне кое-кого напомнила. И направилась прочь. Напомнила. Близился полдень. Слуги уже отнесли куда-то вторую, сделанную Мэй и кибану. Кицуне в легкой растерянности поняла, что не знает, чем теперь заняться. Однако, как только она в компании Сина Адури решила выйти из покоев, их сразу встретил Вэнь. Он приблизился, похрустывая мелкими камешками, покрывавшими дорожку, и сообщил. Госпожа Йосинага, я как раз шел передать тебе послание. Послание? От кого? Уважаемая Эри Хатакияма передает, что ждет тебя на ужин в общем гостевом зале. Благодарю. Разумеется, я буду. Когда слуга ушел, Мэй попросила. Нанами, найди, пожалуйста, Масамуне. Скажи ему про ужин, я подожду. Йокай вернулась с Араи. Через время появился Исиноби. Быстро глянув по сторонам, Кадзу произнес. Проблема. Здесь Эйди Мори. Владелец шелковой мануфактуры? Да. Кто такой? Он видел мой дебют в Золотом лесу. И он будет на ужине? Да. Блин. Обалдеть. И что теперь делать? Ну, с другой стороны, прошло время. Ну, сколько? Наверное, год уже прошел, минимум. И, ну, сколько гейш он видел на своем веку, как говорится. Может, и не узнает. Я надеюсь на это. Ну, что ж. Хотя, с другой стороны, мне, конечно, нравятся такие интересные повороты сюжета. Потому что, когда все гладко, ну, оно даже неинтересно. Согласны? Поэтому я с удовольствием буду наблюдать, как наша четверочка будет справляться с этими проблемами. Очень мне понравилось, что мы сегодня и Экибану составляли, и какие безумные прекрасные пейзажи. Это просто сказка. Бесплатное свидание с Кадзу, такое нежное. В общем, мне кажется, серия была сегодня просто потрясающая. С нетерпением буду ждать продолжения истории. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok